По счету, кажется, весьма простой матч получился, однако, на самом деле, каким он был? Ну да, совсем не простой. Я считаю, что игра шла до забитого гола. Хорошо, что мы первый забили и довели, в принципе, счет до победы. Но так была равная игра, и у соперника были моменты, и у нас. Так что здорово, что выиграли. Насколько как раз-таки этот гол стал определяющим с точки зрения того, как ситуация будет развиваться? Потому что, как вы сказали, на встречный курс игра проходила. Вот насколько важно было, может быть, как-то обсуждали, насколько важно первыми забить? Конечно, важно. Когда у тебя за спиной уже забитый гол, как бы все равно и маленько раскрепощаешься. Есть право на какую-то ошибку, но я повторюсь хорошо, что мы забили его первым. У нас Илья Южов очень здорово сегодня сыграл, особенно в конце подтащил. Всех с победой. Мы прекрасно знаем Сирсталь как такого неуступчивого соперника, и такой мощный камбэк они практически смогли совершить в домашней игре. Насколько прекрасно понимали, что до последней секунды будет играть? Конечно, держали это все в голове. И они в конце третьего пытались без ротаря сыграть, забить, как бы что-то делали. Да, конечно, мы помним ту игру, которая была у них дома. Вот всегда держали это в голове. Но хорошо сыграли в обороне, в межстрел. Неплохо сегодня сыграли. И выиграем. Опять у вас юбилейный матч, 250-й в КХЛ. Насколько все-таки это важно, в такой долгой карьере отмечать такие события? Конечно, приятно, здорово, что такая цифра. И вдвойне приятнее, что мы сегодня выиграли. Ребята молодцы, помогли. Ну а так, смотрим вперед. Далеко не заглядываем, играем дальше. А кто-то из ребят шутит, может, по этому поводу, насчет возраста? Конечно, шутим. И над нами, над старшими шутят. И над молодыми мы шутим тоже. Это нормально. Это рабочая обстановка, команда. Без этого никак.